Немножко усложнить программу для SpaceMax, но так как я работаю с одним и тем же проектом, то делаю немножко по-другому. Сделаю свой любимый режим, то есть я сразу знаю, с чем я буду работать в данный момент, хотя это мне не помешает потом переключить виртуальное окружение. Я просто-напросто выбираю сейчас нужное мне окружение и запускаю EMAX. Теперь я хотел бы усложнить для него работу и в прошлом видео мы все-таки не разобрались с одним файлом, файлофил, и у нас пытался LSP всунутся. Я думаю, что возможно проблема связана с тем, что давайте-ка мы сейчас откроем наш тот проект. Вот он уже добавлен в проекте, потому что, то есть Projectile уже добавил. Я даже могу открыть Projectile. Это пробел P, P. И я вижу здесь свой проект. Это уже работа Projectile, я вам показывал, да. И здесь я уже могу выбрать, куда мне конкретно перейти. Я бы хотел перейти, значит, в First и Models. И сразу же перехожу, куда мне надо. Это все очень круто. Но, тем не менее, я бы хотел еще разделить окна опять. И что сделать? И разделить по вертикали. И перейти вниз. Перейти вниз мне надо для этого G нажать. Теперь я здесь запущу терминал. И баш. И мне на самом деле этот каталог не надо было. Я погорячился. Поэтому я смотрю, что мне надо. Так, мне надо еще на каталог назад перейти. Вот сюда и ls. А, показать скрытые файлы. Вот сюда мы вставляли, но я им не пользовался. Сейчас я удалю отсюда dir-locals. То есть, так как мы добавляли его уже туда. Да? В сам проект Django. А здесь он получается, может, за этого и вмешивался. Поэтому я сейчас удалю dir-locals. Все, его уже нет. И я могу назад перейти в мой проект CD My Site. Ну, там сейчас я уже сам подключу LSP. Для этого я вот что сделаю. Я сейчас вот что сделаю. Мне надо открыть этот файл. Нажму escape. И ff. И открою файл в каталоге My Site. И вот этот файл. И здесь я уже вставлю LSP. LSP. И сохраню этот файл. Все. Теперь я могу это закрыть. Control X 0. Мне он не надо. И сейчас я буду смотреть, перестроится ли LSP сейчас быстро. В принципе, я вижу тоже. Но сейчас мы проверим, хочет ли к нам подключиться LSP или нет. Пока я не вижу. Я вижу Anaconda Mode. Я его путаю специально с PaceMax сейчас. Anaconda Mode. Вот после перезагрузки я вижу, что в Fierce, да, вот мы работали, работала Anaconda. Но мы видели, что пытался засунуться LSP. Может быть, лучше сделать один режим вообще, чтобы не путать. Но мы же не ищем простых путей. Нам надо испытать SpaceMax в разных вещах. Итак. Что же мне сделать? Control F F. Так. Стоп. Control F F. Я наберу вообще сейчас проект My Site. И попытаюсь активировать виртуальное окружение. Значит, Workon. И выберу свою практику Django ENV. Мы уже знаем. Здесь нету. Ну, это нормально. Все правильно. Но там он... Давайте попробуем открыть Manjapai. Просто. Вот оно активировалось. Я опять перехожу, нажимаю Escape, Control F F. И... Да, мне надо эта директория. Но я дальше все-таки собираюсь работать. My Site. Что там у нас? First. First. Теперь, по сути дела, Models. Могу ли я LSP? LSP. Принудительно его активировать. Да, могу. И нажимаю И. Это директория. Все. Теперь, по сути дела, я должен открыть и посмотреть. LSP Log у меня появился. Здесь анаконда у меня осталось. Ага. Кто же сейчас будет прав? А вот хрен его знает, ребят. Вот Pairicht мой запустился, вы видите, да? Но, тем не менее, анаконда. Ну что ж, давайте смотреть, как они сейчас начнут разбираться между собой. Итак. Ну что ж. Я все-таки попытаюсь сейчас обхитрить. Мне лень идти в документацию. Поэтому, я сделаю еще одно поле. Post 3. Ради интереса. Просто как эксперимент. Models. И смотрим. Ага. Немножко другой вывод. Смотрите. Больше информации. Больше. Models. Models. Так. Ну, больше информации. И вот появились. Работает конкретно LSP. Это самый последний сервер Pairicht Microsoft. Ну что ж. Models набираю. И я хотел посмотреть файлы Field. Потом я выясню, как мне перейти. Но, тем не менее, здесь уже больше информации. Да. Она более понятная. Это класс. Это мне и надо. Класс файла Field. Он мне подсказывает. Отлично. Если я нажму H. Что это будет? Что он еще мне подсказывает? Fierce. А, он мне где находится? Так. Ну, пока мне эта информация не надо. Файл Apache. Ты погорячился ли я? Погорячился. Значит, я наберу файл Field. Ой. Я вообще ничего не набрал. Ну что ж. Я наберу файл Afield. Не забудьте, что у меня вот здесь вот исключение еще есть. Я смотрю, что будет лучше справляться. Файл Afield. Итак, какую информацию я сейчас имею? Я вижу, что конкретно работает LSP. Я нажал I, чтобы определить эту директорию. У меня есть виртуальное окружение. Все у меня круто. Anaconda Moda тоже дисплей. То есть, если так. Ну что ж. Поехали дальше. Я попробую вообще поставить вот так. И что он мне скажет? Ну, так же нельзя. Это ж я список. Да. Он мне показывает, что... Но теперь аргумент. То есть, все нормально. Он распознал, что в принципе не так. Теперь я вижу более стройное. Что же я вижу внизу? Workon. СТР. Uncoff. Так. Не определено. Ну что ж. Я не знаю, что мне делать. Поэтому попробую обратиться к исходному коду. Я опять забыл. Ой, я сказал, я тупой. Итак. GG. И что он мне сделает? Так. Он меня переслал. Теперь. Что у меня с файлом? Этот файл не добавлен в проект. Да пошел ты куда хочешь, куда. Мне не надо. Я нажимаю большую D. В проект мне не надо добавлять. Поэтому я нажимаю D. Попробую. Пусть он выбирает. То есть, проект мне не надо выбирать. Набирать это. Ну, это мы так вот разбираемся, но потом удалим. Он мне предлагал добавить в проект. Не, парень. Я это вообще закрою. Мне надо было в файла field. Итак, что же теперь меня здесь интересует? Меня интересуют обязательные методы. Значит, я вижу, что обязательных методов тоже не определено вообще ничего в обязательном. Да, все именованные. То есть, пофиг ему. А где же будет храниться? Непонятно. Я вижу метод, который знакомый мне у PLA. То, куда присвоить значение у PLA. То есть, иными словами, куда загружать. Но при этом у PLA. То, он, они делают необязательный. Все. Это меня интересовало. Здесь, здесь, здесь. Хотелось бы чек у PLA. То, тем не менее, проверка будет. Что мне еще надо? Ой, какой сложный класс. Как все это круто сделано. Так. Что мне еще надо было посмотреть? Теперь я бы хотел дочитать кое-что в документации. Я открою Django. Открою опять типы полей. Открою документацию. Ну, теперь меня интересует именно, значит, со файла филд. И посмотрю. Значит, что здесь мне бросается в глаза. Да, я вижу, что есть метод. Далее мне надо было почитать. Это атрибут установка каталога загрузки. Ну, правильно. Я это понимаю. И остальное двумя способами. Ага. Вот почему. Они расширили способы. Либо указать хранилища. И они дальше показывают. Все правильно. Поле уплыва от модель фольфилд. И вот мы указываем каталог. Либо так, либо так. Так. Файл. Файл. Нам сейчас не надо. Сторож. Нам не надо. Все. Понятно. Тем не менее, в документации я хотел бы еще кое-что посмотреть. Я вижу, что все равно уплывает то необязательно. Ну, что ж. Ладно. Что же он будет делать? Мне надо. Макс Лег. Тоже подпись файла здесь стоит. 100. По умолчанию. Видите, здесь они тупо всунули. Что это предлагается по умолчанию. Если мы не укажем 100. Зачем я этот класс смотрел? Я буду работать с Шарльфилд. С Эмешфилд. Она наследуется. То есть, я посмотрел вот этот класс. Мне, в принципе, все понятно. Если бы я работал, я бы, наверное, сделал вот так. С этим полем. Все. Пока я могу перейти. Ctrl-O назад. И я бы мог бы сделать для себя вот так. То есть, здесь бы я взял двойные кавычки. Ой, не то я немножко сделал. И вставил себе, по крайней мере, мне теперь понятно, что есть в файле Филд. Почему? Потому что, когда я входил в Чарльфилд, сейчас я опять войду, да, то я что делаю? Вхожу в Чарльфилд. Запятую GG. И я вижу, а вообще, я, наверное, что-то напутал. Филд вообще. А мне показалось, ребят, ну, я немножко погорячился. Ну, да ладно, ничего страшного. Филд. Это основной класс. Значит, сейчас мне надо просто найти класс Филд. Скорее всего, я промотаю. Смотрите, все вполне понятно. Если здесь Филд, если здесь Филд, значит, это наследуется от базового класса. Конечно, жалко, я еще, наверное, разберусь, вот как бы мне перейти. Это мне надо, значит, добавить это в проект. Ну что ж, давайте попробуем добавить в проект, в корневую директорию. Так, стол. В корневую директорию добавить то, а? Стоп, insert. А у меня не получается даже. О, я уже начудотворил, поэтому мне надо сейчас отменять. Я нажимаю escape и отменяю. Давайте сохраним, а то мы сейчас жалко натворим. Здесь он меня просит все-таки добавить, да? Но я не хочу это добавлять в проект, действительно. Ладно. А вот тут я немножко глубже не пошел. Если я нажму отсюда GG, нет, он меня перевел. Ребята, SpaceMax, это офигенно круто. Это офигенно. Второй уровень, я пришел в Филд. Вот класс, от которого все наследуется. И дальше идет от Mixing. Ну, структура, ну, круто. Что же я хотел? Я пока пришел с вами, разволновался, и я уже забыл, что я вообще здесь хотел посмотреть. Ага. Здесь будет параметры записи файлов. Атрибуты. Это все атрибуты. Я узнаю help text, limit choice, то есть он delete, то есть все методы, которые работают с базой. Все из базы, не с базой, verbose name, то есть что может добавить. Так. По сути дела... Так, стоп, 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 стоп. Филд. По сути дела, вот сейчас я вижу вообще все атрибуты, которые можно применить к файлам. Иными словами, теперь смотрите, я теперь... Мне документация не надо, ребят, смотрите. Я взял ImageField. Но так как ImageField, значит, наследует от филд, то я вижу, я вот это могу себе взять просто и скопировать. Мы же пользуемся Vim, а это круто. Значит, мне надо 25 строк. Я нажимаю 25 строк и скопировалось или нет. Я не знаю, вот там это все просится. Я не знаю. Ребят, ну что ж, пойдем на максимальный риск. Будем делать Ctrl-X3. Открываем новое окно. Так, давайте перейдем в то окно. В то окно. Я активирую Windows. Перехожу в то окно. Делаем решительный шаг. И тут мне все-таки надо Org Room. А, нет, меня спасет журнал. Все. Space Max это просто круто. Вот где я найду спасение. Журнал. Журнал. Новый файл. Что происходит? Что происходит? Где, чтоб... Вот он журнал мой спасительный. Вот он. Вот он. Я вставляю. Все. Теперь у меня есть эта информация. Я ее... Надо будет все-таки разобраться. Как при закрытии, чтобы закрывался журнал. Ладно, черт с ним. Мы прямо здесь откроем тот файл. Теперь давайте-ка мы проверим, сможем ли мы отсюда вернуться сначала назад. Ребят, я дальше сейчас не полезу. Я мог бы больше без документации черпнуть информации. Какой? Мог бы черпнуть еще залезть в Mixing, да? И посмотреть, что там поля. Ну, я сейчас не полезу. Это не моя суть. Я просто понял. Показал вам, как все просто. Я возвращаюсь назад. Я не знаю. Я очень волнуюсь, потому что... Я не знаю, возвратит ли меня Space Max в ту колыбель, где я там, где мы с вами кодируем, да? Поэтому я просто затаив дыхание, набираю кортур О. И ничего не происходит. Мы зависли. Боже мой, почему? Почему? Что не так? Что не так? Ладно, я попробую здесь набрать тот же буфер. Би-би. Что у меня? У меня все, ничего не понятно. Итак, где же я нахожусь? Я просто потерялся. Ладно. Ctrl-O. Я возвращаюсь. Он сработал, ребята. Он сработал. Ура. Я опять Ctrl-All. Где я? Где я? Ctrl-All. Ctrl-L. Ctrl-O. От. Я возвращаюсь. Я не то нажимал, ребят. Я от волнения не то нажимал. Я нажимал L. А надо было O нажимать. Но тем не менее, я вернулся. Что же мне... В чем же заключается... Ценность того, что я нарыл. Итак, теперь я кое-что знаю об этом долбаном классе. Теперь я опять захожу в этот ImageField. И давайте я его еще раз посещу. Итак, что же я имею? А нет, я оказался прав. FileField. Но мы же с вами были в FileField. Смотрите, давайте просередим цепочку. Итак, возвратимся назад. Перейдем в FileField. Это все круто очень. Программирование это круто и просто. Я перейду все-таки сюда. И здесь я не ошибся. Итак, я делаю вывод. Ребят, SpaceMax нам помог сделать баснословный вывод. Без всякой документации. Нам все понятно. Итак, я выстраиваю цепочку. Получается, если FileField... FileField... От чего? От Field. Значит, сейчас, на данный момент, я открываю свой журнал, чтобы для себя составить картину буквально на лету, как писать код. Это же просто, ребят. Просто прийти в школу Барсыновского и быть там, и всему научитесь. Итак, я опять подхожу к спасению, к спасительному SpaceMax и прошу его помощи. Я нажимаю пробел, АОЖ, и говорю, открой мне файл журнала. И тут я смотрю, я вспоминаю. Здесь мне надо было бы, я потом забуду написать. Здесь мне надо было бы написать. Видите, даже мышь, я волнуюсь, я мышь даже использую. И я пишу Field. То есть, все поля файля Field поддерживают вот эти методы. Мне понятно, что я могу добавить теперь, да, по сути дела. Field, если что-то только не переопределено. И BlankFalse, то есть, и вижу по умолчанию, что здесь выставлено. dbIndexFalse мне надо назначить. Дальше, это я пропускаю. HelpText, строка просто пустая. То есть, мне понятно. dbcomment none, нет verbose main none. То есть, мне все понятно. Итак, я пока сохраню. И могу я закрыть. Теперь, смотрите. Все очень просто. Вот это Fields поля. Там бы могли еще Mixing порыть. Сейчас не то время, не надо нам это. Я просто вам показываю вот этот вот высший пилотаж, насколько все банально. Ведь Django Framework, он очень последовательный, очень профессиональный и очень доступный код. Все расписано настолько понятно. Итак, вот File Field. Значит, здесь я гляну параметры, которые я гляну. В первую очередь, меня интересовало, что здесь обязательно-обязательно ничего нет. По сути дела, я вижу, что я могу добавлять вот эти вбиты именованные параметры и еще любые другие. Грубо говоря, вот все вот это я могу добавлять. То есть, смотрите, все просто. Все, нам показал исходный код. Конечно, можем дочитать и получить подтверждение по справке. Даже вынесен первичный ключ, но сейчас не об этом. Итак, я мог бы вот это вот взять и себе скопировать. Вот так прямо. Мне надо просто сделать... Что сделать? Мне надо вот это вот захватить, по сути дела, сейчас до 12-й строки. До 12-й строки. Значит, я беру 13. И сейчас, да, убираем мышь. Ctrl-V и перехожу при помощи L сюда. Нажимаю I. Здесь я вставляю все. Описывать буду потом. Сейчас просто нет времени. Сейчас просто набираем информацию. Сохраняем. Мы вышли. Возвращаем. Так, это мне окно надо? Нет, не надо. Значит, я нажимаю D и просто закрываю его. Итак, теперь я могу вернуться назад. Здесь назад я Ctrl-O нажимаю. Я вернулся. Итак, в принципе, картинка для меня вполне понятная. Я могу уже нажать Home и просто удалить при помощи DD эти строчки. Всего несколько минут, и я все выяснил про ImageField без всякого документации, просто по исходному коду. Все вполне понятно. Дальше я могу дочитать. И теперь мне очень понятна эта справка. Да, наверное, LSP немножко больше информации нам дает. И что же он будет делать с той ошибкой? Он не кричит. А что с ней делать, я не знаю. По крайней мере, я попробую набрать Full Check. Full Check Lines. И дальше 12 я наберу и посмотрю. Что он мне предлагает? Вообще, хрень какая-то. Непонятно, где я оказался. Ой-ой-ой-ой-ой. Но тут, вы же извините, я совершенно не знаю, что я делаю. И вообще непонятно, куда я попал. Итак, я попал в Фирс. Да, я нахожусь там, но у меня чего-то. Ага, он удалил. Э-э-э-э-э-э. Что он удалил? Что-то он сделал. А что у нас было? Ребята, я забыл. Мы пропускали параметр. А, он очистил. Он очистил. А где еще одно поле делось? Так что, надо аккуратно. Ну, мы же пробуем все. Итак. Хорошо. Я специально не буду указывать, но ошибка пропала. Вопрос в том, что, конечно, я погорячился. Мне надо будет флуш исправить, видно, лайнс. Мне надо было почитать про это во флоу-чекере. Ну что ж, я попробую сейчас все-таки. Я не вижу вообще. Да, ну, конечно, он снес мне и ошибку, и все. Но это не его вина. Это моя вина, поэтому я пишу по-новому пост, присвою значение Models и смотрю. Да, приятно, приятно. Он все мне. Я попробую Ctrl-K, Ctrl-G. Идет ли передвижение? Ctrl-K, Ctrl-G. Ctrl-G. Да, пошло передвижение. Идет Ctrl-K. Если мне удобней. Либо стрелочками идет. Все нормально. Models, и я первое поле было Чарсилл. Просто я погорячился. Да, он говорит, это класс Чарсилл. Дальше, какую информацию я здесь вижу? Он мне показывает, где он находится, этот класс справа. Ну ладно, пока мне это не надо, информация. Я все-таки сейчас ставлю MaxLect. И тут я его не вижу. А если я не знаю? Ага. Ну вот документация приятная. Только от нее мне пользы нету. Max мне совершенно не надо. А он мне не подсказывает параметр. Это, конечно, он переусердствовал. И не то. Ага. Нет предугадывания. Если я знаю, тогда я наберу. Вот тут, конечно, на кондо лучше справляется. Вот я не знаю, как это слово может набрать. Я действительно не знаю. Я забыл. И все. Все. Тут, конечно, мне придется тогда как-то выходить. Как? Да, он мне пишет. Исну Дефинет. Так я и сам знаю, что не зачастую. Я забыл. Ну забыл, я понимаешь? Я ж тупой, я забыл. Если почитать, так это я еще вспомню. Плохо, да? Плохо. А попробую-ка я усложнить задачу. Усложнить задачу для... Ну это будет, конечно, совсем круто для него. Но я попробую сейчас включить анаконду. Прямо на этот сервер. Я не знаю, справится с этим. Анаконда мод в этом файле. Дисабль. А я вообще ее отключил. Ага. Значит, мне надо сделать наоборот, если хочу вспомнить. Анаконда мод у меня включена. А я попробую вообще отключить LSP. Ага. LSP. shift LVS. Попробую. Shift LVS. Чего? Ладно. Я, похоже, набрал там чего-то. Не того. Ладно, черт с ним. Я попробую LSP попробовать вообще отключить. Так. Парикт. Ну, в общем-то, он сказал, пошли вы в жопу и ничего не начал делать. Ну, то, что он мне подсказывает, что здесь куча всего, что я понаписывал, но это и так понятно, хрена тени. Но, тем не менее, пока, хоть ты и говорят, крут этот сервер, но он мне не подсказал самого простого. Я забыл. Мне сейчас придется, что сделать? Напрягаться, лезть в документацию. А если человек не знал, то он вообще про это и не вспомнит, когда не знал. Ну, правильно? Итак, подсказку я не получил. Это, конечно, не очень хорошо. Придется больше учиться, а это нам не нравится. Ну, ну, ну. Где-нибудь информацию выдай. Нет. Все-таки определенно анаконда Плучи справилась. Давайте прямо сейчас это подтвердим. Да, у меня там показывает разную херотень здесь боку, которая мне совершенно не надо. Да, на данный момент. Но херотень. Я не скажу, что в этом что-то полезное. Что он, пока я набираю, пишет, этого не существует. Ну, да. А вот полезная информация, которая мне обязательный параметр. Конечно, я же был в коде, поэтому что меня спасет в данном случае, на самом деле, спасло бы, да. То есть, я бы открыл АОЖФ журнал, и здесь бы я увидел, да. А, я его скопировал или нет. Не, это же были файлы. А вот это, Лен, кстати. Ну, что ж. Хоть так, давай попробуем. Может, ты из горы, если не я, рысак, все-таки шли. Должен уже у тебя быть из горы бежать быстрее. Пишу, Лен, ну, почитать. Итак. Ну, что. Обосрался ты, грубо говоря. Обосрался. По-другому. Не, не, не я. Ты обосрался. Где мой Макс Лек? Эх ты. Эх ты. Ладно. Прямо сейчас переключаем анаконду. Нафиг. Закрываем проект. Пока я расстроился и закрываю. Даже ничего не сохраняю. Будь что будет. Все. Нет, ну, сохраню, ладно. Черт с ним. И попробую переделать прямо сейчас, чтобы не решить, чем мне с Жанго работать. Где-где этот проект? Открываю его просто в терминале. Хотя я мог бы и там сделать. А может быть что-то. Так. CD. Мой сайт. Пока посмотрим сравнение с анакондой. Я еще не все настроил. Может его построить можно. Но похоже с Жанго он больше ничего не вытянет. Так. Мне надо Dear Locals. И я попробую здесь поставить анаконду. Для того, чтобы потом не менять, я сделаю Home. И если мне еще понадобится, и закомментирую. Теперь я просто скопирую эту строку. Перейду ниже и вставлю. И здесь я перейду уже в конец, нажму End. И удалю вот эти три символа. И здесь нажму И для того, чтобы ввести режим. Я специально перезагрузил ЕМАКС, чтобы потом не было придирок. И так анаконда. Потому что все рассказывают быстрее, а я ищу для себя и для школы участников точности. И так, сделаем. Перейдем на первую. Я вообще перезагружу даже терминал. И не буду вводить. Но я сейчас введу свой любимый ЕМАКС. ЕМАКС. Но. Но Windows. И открою его на полное окно. Так, у меня уже есть проект MySite. Я нажимаю буквочку P, перехожу к этому проекту и я там. И так, что же я имею? Мне надо приложение First. И я все-таки попытаюсь добиться какого-то понимания. Чтобы меня понимали эти библиотеки. Мне указывает DjangoDB. Это уже хорошо. Это уже хорошо. То есть, и я получаю исключение. Внизу, смотрите. Импорт DjangoDB Reserved. То есть, да, действительно, это подсказывает мне, что я не активировал виртуальное окружение. Я не могу ничего активировать. И так. Ну что ж, я попробую прямо в файле это сделать. Активирую виртуальное окружение. Это мне надо P, V, N, V, W, W. А, хотя я вот в файле я мог бы набрать запятую V, W, и оно бы высветилось. Да. Практика Django ENV. И оно появляется. Так, но кто пока еще соображает. Я нажму Enter. И попробую пойти в Chartfield. Все равно оно, видите, заранее, говорят, надо. Но я пока не знаю. Я попробую. Итак, мне надо обязательный параметр MaxLed. Сейчас я вижу, что мое, похоже, виртуальное окружение работает или нет. Ну что ж, я замиранием сердца делаю дальше. Что же мне скажет Anaconda? Ничего. Она не видит просто то... Нет. Ты видите, скотина, а? Он же не ушел. Он же не ушел. Я нажимаю Escape и обнаруживаю, что Pairic ни крина не ушел. Хоть я написал, что в файле только использовать. Видите, когда он сохранил. Он там закрепился. Мне надо убить все буфера. Так, видите, вот понадобился тот момент, когда мне просто тупо надо убить все буфера. Слушайте, ну хорошо, убью я буфер этот. Ну что ж, давайте попробуем так. В этот момент вы должны полезть в справку. Но я сейчас... И подумать, как работать с буферами. Есть справки. Я вам говорил пару видео назад, что надо просто в SpaceMark зайти в справку. Там есть буфера. Переходное состояние. Пробел. Если буфера будет B. И точка. И вот здесь я вижу, мне надо, по сути дела, какая клавиша убить текущий буфер. Мне это не надо. Перейти к следующему буферу. Я перехожу N. Этот буфер меня устраивает. Я перехожу к следующему. И где мне почитать, что это пока не надо. Это тоже буфер меня устраивает. Я фундаменталь. Вот Pairict. Попробую я его убить. Этот буфер. Я нажимаю K большое. И смотрите, что он мне говорит. Все подряд. Кроме того, чтобы целую справку вывел, когда мне не надо. Но он что-то никуда не делся. Попробую сделать так. Да нет. Я немножко что-то не то сделал. В общем-то одно становится понятно. Ребят, Pairict и Anaconda у нас пока не получилось переключиться моментально. Поэтому надо как-то определяться. Нам будет или искать выход. Пока я зайду в файл мой сайт. И здесь я Ctrl X 0 удалю. Это окно. Итак, в данном случае, конечно, я запутал SpaceMax. Конечно, надо работать с одним. Но я это сделал специально. Наверное, есть выходы. Но это все равно очень крутая программа. Все-таки, я думаю, это проблема решаемая. Но со второго раза будет для этого сервера. Но давайте-ка я попробую вам показать это. Со второго раза он, конечно, разберется. Он очень умный сервер на самом деле. Давайте я сейчас воспользуюсь своим журналом. Значит, пробел A, O, G, F. Открыть файл. Мы это с вами изучали. И вот мой MaxLength. Итак, мне надо вот это поудалять. Теперь я ввожу в режим чтения и попробую набирать. Итак. Я сделаю следующее. Lengue T. А H я не наберу. Я наберу вообще букву S. X. Он, конечно, выдаст, что это не существует. Хорошо. Я перейду дальше. Так. Ну, это я закрою. Что приятность? Что все-таки... Все-таки он показал... Ну что ж. Я попробую все-таки запустить. И должен увидеть... Есть еще у меня один способ. Я активирую PonyMode. PonyManager. И возьму MacImmigration. Создам базу данных. Оно мне, конечно, не даст создать. Но мы посмотрим, чего у нас будет. Итак. Вот тут я получаю то, что мне надо. Нет. Я ж не внес его в файл настроек. Не получаю. Это моя подсказка. В общем-то... Ctrl X 0. Придется нам внести его в файл настроек. Так. MySite. MySite. И Settings. Я еще один выход нашел. Так. И вот здесь... Тоже он мне не подсказал. Ну что ж. Я возвращаюсь назад. Ctrl F F. MySite. First. И зайду... А здесь прямо запущу PonyManager. MacImmigration. Еще есть у нас должен быть один выход. Отлично. Лехт. К сожалению. Фирго пост филс е-120. Я получил сус 7 чек. Макс Лехт. Стоп. Лехт. Ну-ка я перейду сюда, посмотрю. Ага. А вот тут уже интересный. Вот. Нашел я. Чарсил. Мул. Дефине. Лехт. А у меня все-таки я нашел выход, когда знал, что смотреть. И вас учу, да? Исправляю. Теперь еще раз попробую запустить. Вот это окно мне не надо. Я его закрываю. И еще раз попробую. Но, к сожалению, я... Что сделал? Ага. И то. А, правильно. Оно у меня переменную. А, да-да-да. А кто же будет значение присваивать? 120. Итак, теперь все-таки я нашел подсказки, когда я их искал. Да? Это классно. Я увидел, что мне надо, по крайней мере. Сохраняю. Запускаю. Нет. Я все-таки еще кое-что проделаю. Вот это я сейчас удалю. Слово переменная сама правильно написано. Параметр, да? Но я сохраню даже. Пони моды. Пони менеджер. И я вижу, что нифига-то не происходит. Вообще не выдается меню. То ли я вроде не выходил. Ладно. Я наберу вручную. Мне гордые. Маки-мигрейшн. И попробую запустить эту команду. Итак. Ну что ж. Какую информацию я могу здесь получить? Нам и эра. Макс-лэнк не существует. Это понятно. Потому что это же объект. А объект без значения. Это уже не объект. А хрен знает что. Почему мне это вполне понятно. Но какую информацию я хотел бы здесь найти для себя? Мне бы хотелось найти для себя, какое же значение я должен сюда вставить. Итак. Отлично. Давайте пытаться найти в этом ответе хоть чего-нибудь. Конечно. В документации и синьяры сак. Но тем не менее. Давайте думать. Ну что ж. Давайте-ка попробуем обратиться к документации и выяснить. Мы с вами четко понимаем, что объект не может существовать просто без значения. Мы же с вами учимся в школе Бутсуновского. А не где-то на крутых курсах, где учат копировать код. А нам с вами надо четко было сказать. Вот есть переменная. Но сейчас что она говорит? А я не объект вашего изучения. Я вообще не объект ничего. Я просто меня нет. Чтобы был объект. Что надо? Надо иметь значение. Тогда это будет объект. Есть три. Но я вам еще тоже не скажу. Участники разбирают. Я не хочу им подсказывать данный момент. Поэтому я исхожу туда из понимания, что это объект. Но тем не менее. Я попытаюсь. Я, ребят, этим мало пользовался. Но я попытаюсь попросить SpaceMax, Родники, помоги. Итак. Попробуем же обратиться к нему. Пайдос. Пайдок. И я себе намечу. Point not jady. Вот что мне надо. Попробую сделать. Итак. Пока он мне пишет, что обратись к HelpUtilit. Утилити. Да? Макс Вехта. Он не знает, что такое. Вот здесь я могу четко вбить себе. Знаете что? Что надо. Lookup. Мы с вами устанавливали. Да? Я попробую сейчас обратиться к LoCube. Или как оно пишется? LoCube Update. Но мне не удалось. Я с этим говорил, что надо разбираться. Просто-напросто сейчас не обновилось. Но как вариант, как вариант, я себе запланировал, что я потом ее разберусь, как сделать и вам тоже расскажу, если вы быстрее не разберетесь. Какую папку загрузить, чтобы она у меня была здесь. Документация нужной версии жанра сразу. Или там в другой библиотеке. Итак. Я нажал на это определение. Мне надо выяснить. Сейчас я представил, что я не знаю. Мне надо выяснить, какое значение здесь должно быть. Да? Какой тип данных. Я попробую опять обратиться. Пайдос, Пайдок, 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 Попробую, Пайдок, Мода. Он у меня и так включен. Попробую Пайдок. Итак. Я набираю Джанго. Я вижу, что что-то начало. Я попробую набрать Чарльз Филд. Ну, друг, не подведи. Пока, пока мимо. Пока. Значит, надо набрать Джанго. Последовательно. Методы. Так. А какие методы? Я с этим еще говорю. Ребят, я не разбирался. Разбираюсь между вами. Ну, ладно. Пойдем такой. Пойдем пока Джанго. Итак. Все правильно. У меня нет документации. Ее, видно, надо загрузить. Потому что локуп, вот этот локап, он интерактивный. А Пайдок надо разбираться. Я попробую еще раз Пайдок. Но Джеди, да. То есть, в точке. В точке. И могу... Джанго. Но показывает. То есть, я должен чего-то еще, какие-то шаги предпринять. В любом случае, пока я с этим не разбирался, разберусь, покажу. Ну, в общем-то, мы... Так. Ну, ради интересного. Что он мне здесь выдал? А, ну... Он мне выдал просто документации по Пайдону. Я вижу, здесь она отображается. В общем-то, документации надо серьезно разбираться. Надо серьезно разбираться. Пока Пайджанго немножко не то. Итак, ну что ж, придется идти методом проб и ошибок. И я-то понимаю, но мы поставим страху. Это не так. Оно должно выдать ошибку. После этого я запущу пони моды. Вот это я закрою. Оно мне пока бесполезно. С документацией серьезно займешься, чтобы она будет у нас, ребят. Будет. Ну что ж, я запущу пони мод. Сюда, во-первых, надо будет клавишу какую-то нацепить. Пони менеджа. И я вижу, что опять нету. Видно, надо перезагружать. Ну, тем не менее, я попытаюсь таким путем выяснить. Итак, я получаю исключение. По сути дела, из всего исключения, мне надо понять вообще, какой тип данных. Конечно, самый простой способ это почитать документацию. Ну что ж, я пробегусь по всему. Менеджа Пай. Понятно. Она не будет делать то. Дальше. Апс. Популяет. Import Models. Так. Импорт. Дальше я смотрю. Дальше я просто... Эта информация мне ничего не говорит. Единственное, я вижу свою модель. Дальше. Конечно, если... А... Оно вообще не существует. Дальше. Процесс. Выхода. Это у нас предыдущая была, на самом деле, получается. Дальше. Вот. Джанго Сетап начал работать. Далее я могу... Джанго Апс. Регистр. Ну, понятно. Это оно в сетинг. Это кто Джанго изучает. Мы изучали, да? То есть, где оно регистрирует. Приложение. Дальше пошло перечисление. Перечисление. Единственное, что я сейчас вижу, что опять Line 4. Сверс модель. Ну, понятно. Ну, понятно. Его не существует. Но в данном случае... В данном случае... Я написал, что значение то равно чему? В строке. Конечно, это неправильно. Это число должно быть. Но пока я получил немножко не то исключение. Конечно, здесь можно было в Жупитер подключить. Ну, что ж. Я бы хотел с листвами SpaceMax. Ребята, ну, в следующих уроках мы обязательно у нас получится, да? Выяснять объект, не выходя. Научиться, да? Эти вещи надо понимать. Просто пока мне не удалось. То есть, я должен догадываться. И сейчас какая-то фигня. Ведь объекты существуют, по сути дела. Только он не существует по ихному. То есть... Ну, что ж. Я попробую сделать по-другому. Какая информация мне выдастся в еще одну попытку. Еще одну попытку сделаю. Попытку следующую. Попробую открыть терминал. И напрямую это сделать. CD First. Мне надо в MySite. Там именно менеджер пай. Workon. Практика джанга. И попробую. У меня есть алиасы. Я попробую запустить сервер сразу. Ну, правильно. Я ничего и не ожидал. Я получил тоже исключение. Иначе бы это было смешно. Конечно, он мне просто говорит. Давайте я попробую сохранить. Сохранить. Вот тут я просто не сохранил. Так. О! Все-таки я получил. Я просто не сохранил. Почему не сработало это сохранение? Space Max. Оно должно было сработать. Нет. Я получил то, что я хотел. Интежер. Вот. Я это и хотел. То есть, теперь я, в принципе, вполне понимаю, что джанга сработала прекрасно. Эра вывела. Да. Я читаю. Я знал, что искал. Я хочу, чтобы вы знали, что искали. Я искал, для того, чтобы собрать объект. Объект, не надо его собрать в голове. То есть, есть объект. Это что? Это обязательно должен быть тип. А типа я не знаю. Я поставил строку. Да. Я понимаю, что я якобы знал. Но я решил проверить. Найду ли я. Я нашел. Интежер. Вот он. Теперь я знаю. Интежер. Я обладаю информацией. Что делаю? Вот это окно мне уже не надо. Хотя пусть оно будет. Я его не буду закрывать. Так. Выйду. Окошко. И мне надо. Аж я перехожу в это окно. Так. Enter. Где я нахожусь? Где я нахожусь? Ctrl G. Так. Я нахожусь здесь. Escape. Ctrl G. Ctrl G. Так. А от этого этот буфер я не закрою. Значит я нажимаю Escape. И вот теперь я могу переместиться при помощи H. Куда я переместился? А я переместился вниз. А вниз мне не надо. Это открыто. Значит теперь я могу переместиться вверх. К. К. Да. Всему надо привычка. Вот теперь я в том буфере. Вроде бы. Да. Все. Ну так это я. Так. Я теперь могу нажать End. И все таки поставить число. Сохранить. Нажать Pony Mode. Pony Manager. Вот. Все появилось. Чего оно появилось? Чего да не появлялось? Mac Immigration. И попробовать. Все. Таблица создалась. То есть все прошло нормально. В принципе SpaceMax мне действительно помог. Единственное что надо разбираться с документацией. Мне действительно помог выяснить. Конечно это первичная работа. Она будет намного более уверенной. Просто раньше я так серьезно им не занимался. Сейчас когда начал. Ребята начали интересоваться. То я начал с ним очень серьезно. Чтобы они научились. Не выходя из программы. При помощи исключений. Выяснить все что им надо для объекта. Для работы. А не бегать по интернету. Все пока ребят. Я сейчас не знаю как образовать это видео. Что мы искали. Но проверяли. Сделали вывод что надо либо анаконду сразу цеплять. Либо LSP. Либо вообще потому что одно выбрать. По сути дела мне кажется. Анаконда в первом видео до этого. Она Max Leck нам подсказывала. Поэтому где джанга проекта. Конечно там надо анаконда я думаю. Ну а дальше надо смотреть. Пока все.